Российское вторжение на Украину – это ужасная ситуация, и мы в хоккейном мире полностью поддерживаем народ Украины. Поэтому приглашение сборной России по хоккею на турниры Еврохоккейтура в Стокгольм, Хельсинки и Прагу на данный момент совершенно немыслимо, с чем мы полностью согласны, сказал председатель шведской хоккейной ассоциации Эндер Сларсон. Данное решение распространяется как на мужскую, так и на женскую и униорскую сборной России. В текущем сезоне запланированы еще два этапа – в Швеции и Чехии. Организаторами турниров рассматривается вопрос о приглашении другой команды на замену сборной России. Россияне после двух прошедших этапов занимают второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 7 встречах. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.